Айнар Смогаскин, главный центр баскетбольного клуба «Дивальник». Больше сорока очков. Только еще попускаем, что надо было только и только больше внимания защиты. Может быть не хочу сейчас говорить один на один защиты, но больше внимания. Просто на ровном месте потеряли своего игрока, получили два очка. Если не ошибаюсь, в первой половине два-три раза был привес наш где-то шесть очков. И не умели просто терпеливо довести еще несколько очков увеличить это. И Ферро, она такого типа команды, что выглядит моментом, что им абсолютно все равно какой результат. Они играют, переходят, а может быть одна передача – бросок. В основном все атаки под 14 секунд. И надо уметь играть под такие команды и, к сожалению, мы не умели сегодня. И в конце, то что Ферро победил, не хочу говорить, что заслуженно, но Ферро победил. Мы не поздравляем. Если у нас, словно, есть опять из тех же самых игроков, которые… Ну, по большому ничего не меняется. Мы делаем, стараемся, говорим, что есть какие-то выводы после игр. Там, с Гаверлай, там, одно очко и показываем, говорим, обсуждаем. Как будто видно, что доходит до игроков. Но как начинается игра, то те самые ошибки для некоторых игроков, но тоже самое. Ну, может быть, на словах мы хотели больше выиграть. На деле, но не совсем так получилось. Айнекс, в первой половине очень эффективно Дроздов работал лично с Колпеппером. На второй половине вы отказались от этой идеи и больше с ним играл Дилейми. В чем причина? Ну, Дроздов больше Колпеппера не держал. Дроздов держал Колпеппера. Также из третьей четверти. Также держал. Ну, извините. Может быть, там получалось при каких-то переходах, с какой-то ситуацией. Но Артур также дальше играл. Но я говорю очень, очень у нас моментами этот ресурс игроков очень ограничен. Если у нас кто-то из этих лидеров команды выпадает, у нас очень огромные проблемы с ротацией. Артур делает просто очень большой объем работы нападения и защиты. И может быть, были какие-то ситуации, когда там поменялись кто-то с кем-то как-то. Но в любом случае, мы просто недопустимо дали сколько очков без такого препятствия. Не важно, кто был перед Колпеппером. Но там, я не знаю, всему залу, всем тысячам было видно, что он будет бросать. Оказывается, несколько игроков это неясно было, что он будет бросать. Но он будет. Он все равно выбросит свои 8 трех очков и 9 двух очков. Он выбросит. Вопрос только, какие он выбросит. Ну, моментами было так, что мы его хоп. Он тоже играет. Он бросает. И еще было удивление у нас с некоторыми игроками это было. То, что, как я говорю, если при переходе там были какие-то смены защиты. Но все это время, можно сказать сколько Артур был, он играл против него. И я думаю, он оборуднялся с честью. У нас есть игроки, которые уважают себя. Можно забить соперник, потому есть соперник тоже тренируется. Но вопрос только, как соперник забивает. У нас есть игроки, которые уважают себя. А у всех игроков, которым только это зашито, это такое слово. Ну, как говорят, давай, давай и просто давай играем. Нападение. Будем искать свои очки нападения. Из этого следует, что после Нового года будут новые игроков? Не знаю, нам, скажем так, условно нам не хватает свежести. Учитывая то, что мы с прошлой среды провели это уже были в Израиле две игры в Украинской лиге. Сейчас опять, можно сказать, за 9 дней четвертая игра. Мы уже так ищем ситуацию разгрузить чуть-чуть игроков, физически самое главное. И моментом это получается. Свежая кровь нам очень нужна. Это будет или сейчас, или завтра, или после Нового года, я не знаю. Но нам надо. Мы смотрим, все время смотрим, какие возможности есть в рынке или какие игроки возможны. Особо у нас есть большие проблемы с центровыми. И у нас не хватает, по слову, скажем, одного свежего, скажем так, игрока, уголовного, который хорошо бежит в позиции нападающего. Смотрим вариант. Просто очень больно идет. Конечно, это Еврокубок важный. Все игры мы играем на пределе. И в момент мы играем неплохо. Просто у нас не хватает такой концентрации до конца. А это только я сейчас списываю на усталость, на фоне усталость. Есть игроки, которые даже не думал, что могут, но такие детские ошибки опытные игроки делать на поле. Да, ну... Спасибо, Таня. Спасибо.